Сокрытие реальных доходов в целях занижения размера алиментов, предназначенных ребёнку, к сожалению, нередкая практика. В отличие от бывшего супруга, индивидуального предпринимателя, жительница Бреста, столкнувшаяся с подобной ситуацией, решила действовать законным путём. Она составила обращение в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району, где изложила информацию о сокрытии доходов бывшим супругам. При осуществлении своей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, гражданин привлекал к предпринимательской деятельности иных физических лиц без заключения с ними соответствующих договоров, что является нарушением норм указа президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 года номер 285 о некоторых мерах по регулированию предпринимательской деятельности. Этих работников для выполнения работ на строительных объектах он находил возле центра занятости, а также среди своих знакомых. Для того, чтобы документально подтвердить факты нарушения в указанной сфере, налоговые органы проводят проверку, в ходе которой задействуют как собственные информационные ресурсы, так и данные, получаемые из обращений граждан. По результатам проведенных мероприятий установлена сумма общего дохода, полученная от осуществления запрещенной предпринимательской деятельности, за установленный период, которая составила более 4000 белорусских рублей. Наказание не заставило себя ждать, а именно штраф в размере 20 базовых величин, что составляет 740 белорусских рублей с частичной конфискацией дохода, полученного от осуществления запрещенной предпринимательской деятельности в размере 400 белорусских рублей. Также сумм, выплаченной индивидуальным предпринимателем заработной платы в конверте, инспекции исчислена сумма подоходного налога с физических лиц налогового агента по увеличенной ставке. Налог в соответствии с действующим законодательством был уплачен нанимателем за счет собственных средств. Однако, исходя из того, что за нарушение в сфере уплаты налогов в некоторых случаях предусмотрена и уголовная ответственность, в этот раз гражданин отделался легким испугом. Есть надежда, что приобретенный негативный опыт послужит для него хорошим уроком.